Спонсор показа – салон меха и кожи Альберто Фабиани. Королевство мягкой роскоши. Приветствую всех любителей театра и кино. Это уже четвертый выпуск наших дневников. Эти актеры играли в известном сериале «Всегда говори всегда», а любовь на театральных подмостках у них впервые. Сегодня мы расскажем о неоконченном романе Марии Порошиной и Ярослава Бойко. Ну а начнем с вечера Юрия Стоянова. Первым делом артист представил двух подружек, которых привез с собой. Свои гитары Юрий Стоянов называет подружками. В ту пору, когда он еще не был народным артистом России, на Киноолимб приходилось пробиваться на перевес с музыкальным инструментом. Теперь дома у артиста два десятка гитар. Я абсолютный самоучка, полный. И я не виноват, что такая учительница Дора Марковна в Одесской 27-й музыкальной школе сказала, заберите его отсюда. Полное отсутствие слуха. Хроническое. Юрий Стоянов признался, что завидует тем, кто начинает сниматься в 20 лет. Карьеру в кино и на телевидении артист начал уже после 30-ти. Любовь зрителей пришла вместе с успехом телепрограммы «Городок». Ее, кстати, придумал Стоянов. Своему другу и коллеге Илье Олейникову Юрий Стоянов посвятил песню. Вечер получился душевным. Общение со зрителями длилось около двух часов. Наталья Погодаева, Василий Пронькин. Дневники «Амурской осени». Запретная любовь – это история стара, как мир. Но каждый раз она трогает зрителя до глубины души. Любовники, которые видятся раз в год. Может ли такая история иметь продолжение? Об этом на «Амурской осени» рассказал четвертый конкурсный спектакль «Неоконченный роман» с Марией Порошиной и Ярославом Бойко. Ильза и Алекс, однажды встретившись, не могут друг без друга. У каждого дом, семья, по трое детей. Но тайная связь оказывается настолько прочной, что растянется на много лет. Видеться они могут лишь раз в год. Тем ценнее становятся эти встречи. Мамер, дорогой, любимый, Боже мой! Боже мой! Боже мой, нет, 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 не изменилось. Боже мой! Поздравляю с годовщиной. Цветы, шампанское. Вечером ужин в ресторане. Редкие свидания превращаются в своеобразный ритуал. Героиня Марии Порошиной каждый раз появляется в новом образе. Возникает такое ощущение, что в спектакле занята не одна, а шесть женщин. И это придает особую живость. Каждый раз тайные возлюбленные рассказывают друг другу семейные истории и периодически испытывают чувство вины. Скажи, а ты вот никогда не чувствуешь себя виноватой? Ну, иногда чувствую. Ну, не говори, что ты. Но я как-то по-другому с этим справляюсь. Да, как? Держу при себе. Героиня Марии Порошиной даже пытается прекратить эти отношения, но тщетно. Но когда я тебя увидела, я поняла, что... Что я не в состоянии этого сделать. Знаешь, Лиза, ты такая трогательная, когда так говоришь. Пошел вон! Это, по сути, печальная история, так напичкана шутками и комедийными моментами, что зрители то и дело не могут удержаться от смеха. Как часто случается в жизни, тайная любовь не приводит ни к чему. У главного героя умирает жена. Он делает даже официальное предложение любовницы, но ответа не прозвучит. Право додумать финал режиссер дает зрителю, ведь это неоконченный роман. Наталья Шлямова, Степан Юдинцев. Специально для дневников «Амурской осени». Впервые на «Амурской осени» открыты мастер-классы для кинолюбителей. Занятия проходят на базе Амурского областного дома народного творчества. Все, кто хочет заниматься или уже занимается кинопроизводством от клипов до короткого метра, а то и полнометражного кино, могут пообщаться с педагогами. Они специально для этого приехали на фестиваль. Большинство преподавателей в ГИКа. Это сценарист Анна Назарова-Пендраковская, режиссер Анна Фенченко, оператор Евгений Давыдов. Актерское мастерство и сценическую речь преподают Елена Борзова и Сергей Варчук. А теперь долгожданный розыгрыш. Чтобы попасть на спектакль «Сублимация любви», ответьте на вопрос. Как название пьесы итальянского драматурга Альдо де Бенедетти звучит в первоначальном варианте? Ответы присылайте в смс-сообщениях. Желаю удачи!